Успокоились, успокоились, да, и обсуждаем, пытаемся понять, пытаемся понять, в чем проблема все-таки, ту, которую вот Игорь пытается понять, и я пытаюсь понять. И не надо нас убеждать, что мы не то говорим. Я не пытался убеждать. Нет, вы пытались свести к некому, к другой проблеме. И мы сказали, это другая проблема. А я говорю, что они связаны просто. Ну и все, мы связаны. А я же формулирую проблему, которая будет связаны. Она и даже проблема сразу-серазна. Нет, значит, я подходил, то есть вот проблема, формулированная проблема, распределенная во времени сложности, возникла у меня при исследовании эволюции и для решения проблемы появления новой сложности. В дальнейшем я развил еще в следующей книжке и назвал эту распределенную во времени сложности темпоральностью. Но совершенно независимо от меня, в это же время, донецкий физик Заславский сделал то же самое, но только на основе голой физики. Без всякой эволюции, без ничего. То есть он тоже пришел практически к тем же выводам. Но он, правда, не дошел до сложности, не дошел до эволюции, но это и не стоит. Значит, начинал он рассуждать с чего? Он стал анализировать проблему одновременности, что вот есть два события и есть проблема, какие два события можем считать одновременными. И пришел к выводу, что мы вообще не можем никак фиксировать одновременность событий. Просто не можем. И тогда он подумал, что а если вообще нет одновременных событий? Как бы, на примере, если мы можем фиксировать без относительной системы координат, в конкретной системе координат? Да, в конкретной системе координат мы можем фиксировать, но в другой системе они будут не одновременными. То есть то, что в одной системе координат они считаются одновременными, это всего лишь провнесено данной системой координат, а они являются физически... То есть сейчас я уже говорю без философии, чисто физически. Значит, они все-таки отличаются... Кстати, между прочим, этот разговор как раз касается темпоральности. Точно так же и темпоральность в одной системе принят на есть, а в другой системе она принят на есть. Конечно, конечно, Булат. Ну, Булат, ну, как называется книжка? Темпоральность или философия абсолютного релятивизма? Не отвлекаете. Что? Не отвлекаете. Нет, я говорю, что... Как бы отсылка к релятивизму... Поэтому нельзя просто сказать, что есть темпоральность, потому что в одной стиле темпорально, а в другой нет. Все правильно. Но это и странно же. Да не странно, Булат, это не странно. Это как раз и... Вы видите, если сущность исчезает в зависимости от системы координат, это означает, что это не сущность. То есть это и эффект измерения. Так... Это я... Почему я постоянно овепилирую, что это просто эффект измерения? Булат, все является эффектом измерения. Если в одной системе координат что-то движется, то обязательно найдется система координат, в которой это не движется. Но организм все равно остается организмом, как у любой системе координат. Поэтому ваша проблема не решается. Булат, Булат, не надо отвлекать. Ну, давайте. Мы уже о физике говорим. Мы уже говорим о физике. Значит, вот Изославский пришел к такой гипотетической мысли, что одновременных событий нет. Что мир, мир составляет из себя, представляет поток неодновременных событий. То есть есть время. Время он как бы постулирует, что вот что-то есть, да. И вот есть поток неодновременных событий. Потом он различает, что вот есть события, значит, вот. А случайно они не могут быть одновременными? Не могут. Даже если мы не знаем. Вот в принципе. Вот смотрите, вот интересно. Булат, давайте помолчим. Ну давайте. Ну вы же прерываете. Это же странно. Ну вы же прерываете. Что в принципе. Вот постулирует, что в принципе нет одновременных событий. Нет. Вот, ну нет. Хорошо. Постулируется, что вот у нас есть. То есть в такой идеологии, опять же возвращаясь к вашим точкам, не может напрямую две точки совпасть. Ну не может напрямую две точки совпасть. Если это точка, значит, следующая точка рядом, раньше или позже. Так вот во времени, во времени он говорит, что вот каждое событие, вот каждое событие, вот состоит из множества событий. Но они все не одновременные. Это поток. Но в другой системе они будут одновременно? Это вот одна система. Нет. Другие системы пока не вводятся. И нет никаких других систем. Есть мир. Он постулирует. Мир это поток не одновременных событий. Без относительных систем. Система координат может быть введена относительно объекта. Здесь пока объектов не вводится. Элементом построения антологии является событие. Интересно услышать, что это такое. Вводится нечто, что не имеет смысла. Как в принципе в любой антологии, что вводится, оно не имеет смысла. То есть мы не можем его определить. Давайте дальше. Балат. Есть две позиции. Вот скептическая позиция. Скептическая позиция возможна только тогда, когда человек полностью понимает, что ему говорят. И все понимают. И мы начинаем это анализировать скептически. Есть другая позиция. Когда человек еще не знает, что ему скажут. И попытка понять. Получается так, что есть некий человек. Умный, глупый, но создав собственную теорию. И мы заведомо считаем, что он дурак. И не смог ответить на какие-то вопросы изначально. В конечном итоге, чисто математически из этого постулирования, он вывел некоторые основные законы физики. И разобрался с пространством, и откуда взялись другие системы координат. И тогда, что из себя могут представить некие объекты в этом мире? В этом мире, в котором состоится поток неодновременных событий. Естественно, что событие одно не является объектом. Что такое микрофон? А микрофон это будет вот это событие, скажем, вот это событие. И вот нечто, собранное из некоторых событий, есть некий объект. Ставится вопрос, а когда он начинал, вообще откуда он подошел к такому представлению? А подошел он из кибернетики, поставил такую задачу, что вот если, скажем, есть ящик, в нем сидит человек, и к нему поступает информация о мире, да, то она ему может поступать в виде перфоленты, между каких-то засечек только там, ноликов плюсов, и вся может поступить, да. И он не знает, есть ли там пространство, есть ли время, ему поступает просто вот этот поток. И понятно, что все, весь мир, ну скажем, то, или маленькое окружение, может быть описано вот этим непрерывным потоком. То есть нам не нужно иметь пространственные объекты, чтобы получить о них представление. И вот этот вот поток, как бы, и он потом переворачивает эту задачу, и говорит, а что в принципе, не мир мы дешифрируем в поток событий, да, а наоборот, мир есть этот поток событий, а мы его комбинируем в объекты. То есть вот задача есть, как бы, можем описать в виде потока событий, в виде программы, непрерывного, скажем, сигнала описать этот стол, да, а есть другое, если у нас, например, есть этот сигнал, мы его видим как стол. То есть мы видим вот некий, некий фрагмент вот этого потока как стол, этот фрагмент потока. И главное, что они не последовательны, а именно, ну скажем, вот это стол, вот это вот стул, вот это, вот это там диван. Это вопрос, мне кажется, связанный со временем, на котором эти события... Вот, вот, и начинается... Как они объединяются в одномоментность. Да, и он начинает рассматривать, значит, вот, какой цук мы возьмем, да, рассмотреть. И получается так, что если он вводит понятие субъекта, который, значит, занимает вот некоторый цук этих событий, и тогда он ставится вопрос, а как внутри, внутри вот этого размера, который задает субъект, будут различаться события, они все будут одновременно видны ему. То есть внутри некоторого, да, то есть вот одновременность возникает только тогда... Одновременность возникает только тогда, когда мы рассматриваем систему координат, привязываем не к одному событию, вот, относительно к одному событию, они все не одновременны. Но если мы берем целый цук, вот, скажем, субъект, занимающий некий... То есть мы-то занимаем много моментов событий, да, вот, можно представить, что сколько много нас. Вот, и тогда остается вопрос, что все события, которые находятся внутри этого цук, они все одновременны. Одновременность возникает именно относительно некой системы координат, как правильно. Вот система координат задается, это невозможно только тогда, когда мы мир представляем, момент времени, вот в точке, вот он весь нам дан, чтобы просто было отправлено на свете, как мы точку-то провели, нету точки. И если мы отказываемся от понятия точности времени, тогда возникает вот эта картинка, тогда возникает, то есть мы можем приблизительно что-то там говорить о недновременности, но если возвращаться к теории относительности, то нет одновременных событий. И тогда эти построения не в корне противоречат теории относительности? Нет, дело в том, что это от толчок от теории относительности, здесь теория относительности возникает уже потом, потому что в теории относительности еще пространство есть, здесь нет пространства. Здесь нельзя говорить обо противоречит или не противоречит, здесь нет пространства. Пространство возникает тогда, когда мы выделяем субъекта, вот это его сейчас, и вот эти одновременные события конфигурируют его пространство. Он ставит вопрос, почему трехмерное, почему они, то есть, скажем, вот этот, вот так, вот этот, вот так, как сконфигурированы его пространство. Он это абстрактно совершенно рисует, потому что я, не физик, не разбирался с его формулами. Вот, то есть, пространство возникает как форма восприятия одновременных событий, которые якобы одновременны для субъекта. Разновременные события в одновременной? В одновременной системе координат. Вот то, что я еще обычно говорю, что вот когда я вижу эту комнату, да, вот я же трачу на это огромное количество событий. Оно мне даны, то есть, нельзя себе, вот когда рисуют на экране монитора луч, тоже, кажется, что рисуют. Это комната создана в результате не одновременных событий, а огромное количество. Довременно появляется в моем внутреннем сейчас, которое вот такое во времени, оно одновременно. И решается загадка, почему я это вижу все сразу, а не по очереди. То есть, по идее, я должен был по очереди. Но, опять же, это противоречит нашей привычной вечной антологии. То есть, это нужно, то есть, это две разных антологии, два разных взгляда на мир. Вот, то есть, так. И что получается? Он выводит формулу пространства, получает пространство, и выводит некоторые формулы. В его, в смысле, в статье, легко найти, Заславский должен использовать слово «темпоральность». В отличие, конечно, я не ввожу время, у меня там сложнее все из пространства, но вот он приходит к точно такому же. Просто и маленькое замечание, как бы, да, но это видно же здесь, что то, что нарисовано в «стрела времени», это просто нарисована обыкновенная прямая, в которой, естественно, все точки с другим другом различены. Ну, да, конечно. Ну, а как же иначе? То есть, просто если субъект, и это является точечным? Не является точечным. Ну, я понимаю, но если предположить, то мы переходим к обыкновенной физике. Нет, 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 была, была, ну, да, и добавляем пространство, но, конечно, была. Которое, на самом деле, просто... Была, ну, действительно, нет, ну, действительно, то есть, вопрос стоит о том, что, а у нас и так есть все хорошо, чего вы нам еще придумываете? Да, дело не в этом, я просто объясняю, на самом деле, что, как бы, это построение не является чем-то необыкновенным. Является необыкновенным. Это проблема, на самом деле, соединения точки и длины. Да нет, здесь не проблема. Ну, вот она, ну, просто, ну, я... Была, давайте, была, вы уже раз в десятый говорите про проблемы точки и длины. Здесь нет проблемы точки и длины. У вас, фактически, она есть. Нет, она такая же. Ну, я и говорю... Ну, поэтому ее не бессмысленно обсуждать. Давайте не обсуждать проблемы точки и длины. То есть, получается так, что, когда бы человек не вышел к доске и не нарисовал какой-либо график, и не поставил бы какую-нибудь точку, его всегда можно спросить, а чего это у вас здесь точка? А это точка или не точка? Я не об этом говорю. Есть соотношение точки и длины... Да, но здесь нет этой проблемы. Как концепт, не проблема, как концепт. Концепт. Вы работаете в этом концепте? Все, не работаем, все, забыли. Я больше игнорирую. Вот. И тогда, тогда, вот что получается. Вот наша Т здесь, как таковое, зависит от вот этого Т. У каждого элементарного события оно вот так, оно есть. Но у вещи, у вещи и у субъекта нет конкретного Т. То есть, если вещь у нас это объем некий этих событий, то оно занимает некий цук, вот, и вот это и есть эта та, вот эта темпоральность. То есть, свою темпоральность в своем времени мы не ощущаем. Потому что мы полностью себе... Вот наше время, наше сейчас умещено в этот та, и поэтому мы ощущаем его как сейчас. Но... Как точку в нашем времени. Вот смотрите, Александр. Как точку в нашем времени. У вас сейчас правильно говорить по поводу концепции Заславского-то. Как я понимаю, она же отличается от вашей. У него вот семеровая линия, получается-то, она вот такая, вот такая, да? А что говорит Заславский? А у меня не так. У меня Т, ДТ. Надо было бы это угодить. Понятно, да? То есть, у него получается, я так понимаю, Заславского вот здесь, что у нас вот эта Фи, она как бы является функцией не только точки Т, но и ее ближайшие окрестности. Нет. Дело в том, что в Т нет никакого Фи. В Т есть... Вот Т это одно элементарное событие. В нем нет никакой структуры, нет никаких качеств, нет ничего. То есть, точка такая, идеальная точка. То есть, вот я и говорю... Событие. Благо. В этом-то и вся суть состоит. Точка идеальная. Ну, благо, давайте забудем про это. Я не об этом говорю, что точка какая-то хитрая. Я говорю, что это концепт. Ну, я вот говорю про Фи-то, но про самую, про мировую функцию. Да, в том-то и дело, что вот Фи от Т нету. Фи есть только от Т плюс дельта Т. Ну? Ну, в смысле, она... Я и говорю, что она есть как бы Фи от Т и дельта Т. То есть, на самом деле, это Фи, грубо говоря, Фи... Дельта Т и от Т. Вот так. Вот так вот. Да. Ну, тогда это очень плохо. Почему? Потому что это получается, что это другая концепция, чем у вас. И Благо здесь абсолютно прав. То есть, нет, концепция у него действительно не совпадает. Нет, что... Действительно, у него получается, что есть функция Фи, функция вот такого интервала. Не точки, а интервала. Вот так получается у Славского. У вас-то по-другому. Тогда был прав, он интерпретирует это дело. Здесь, значит, что у нас? В любом случае, объект, то есть и из Славского, и у меня, в момент времени Т, идеальный, скажем, самый-самый-самый идеальный, который мы можем... Здесь, что следует сказать, Благо, в этой концепции не имеет значения, что мы принимаем за момент Т, его точечность. Это не абсолютное физическое время. Скажем, есть момент Т, точечный, для клетки. Вот его точность. Есть момент времени Т, ну, скажем так, вот кристалл, кристалл, он нам весь дан момент времени Т некоторым, да? Но если мы возьмем точечность, более точечную на ядерных взаимодействиях, он будет темпорально, он будет распределен во времени. Его не будет в пространстве, в пространстве кристалла, на более мелком размере. Поэтому апелляция к точке, к ее размеру здесь бессмысленна, потому что всегда она идется либо в уменьшении еще, либо в окрупнении. Это проблема, это есть такая проблема, но эта проблема решается революционно, относительно, а не абсолютно. Что касается, то есть, что объединяет концепции? То, что в момент времени Т нет объекта, нет, нет ничего. То есть, любой объект, любой объект, то есть, когда мы рассматриваем кристалл, да, то есть, он есть некий поток событий. Он нам, и в зависимости от того, какой мы возьмем субъект, возьмем мы субъект вот такой, он у нас вообще будет идеей, но умным. Он не будет нас в пространстве, в нашем пространстве его не будет. Вот это четко у Заславского и у меня, да? Если мы возьмем субъект больше темпоральности, то он будет в его сейчас, дан ему в пространстве. Что такое дано в пространстве? Дано в сейчас. То, что нам не дано сейчас, не дано в пространстве. А то, что дано сейчас, дано в пространстве. И поэтому, вот вопрос самой возможности Фи от Т, у него нет, нельзя. Потому что в момент Т, вот если зафиксировать это Т, нет самой Фи. Ну понятно, Фи от ЭТТ от Т, вот так можно сказать. То есть, это у тебя Фи относится, как функция окрестности. Да, но есть, но есть, есть. Нет, так можно работать, просто концепция ваших двоя, концепция от Непайнца, а другая. Здесь немножко есть вот другой, есть такой момент, что вот эта сложность, она не зависит от вот этой дельты. Она может быть вот и так, и так. То есть сложность может, ну как мелодию, мы можем медленно проиграть и быстро-быстро проиграть. От этой темпоральности ее не изменится, сложность. Поэтому, вот Дельта Т, оно, это не время. То есть, то, что мы говорим о Тимпоральности, это сложность. Но у Заславского вот это время? Нет, нет, не всегда время. У него, дело в том, что его объекты, то есть я неправильно нарисовал. У меня есть, что человек, просто обычный физик, что он просто, ну берет, ну действительно такой переход можно сделать, что от функции точки во времени, он переходит на функции от окрестности. Ну можно так делать, но это же будет... Нет, нет, когда я из Азаза металл, скажем, вот треугольничками один объект, да, а кружочками другой. Так вот, это не время. То есть это не время, то есть кружочки могут быть распределены, и вот это, то есть сложность, количество кружочков и количество событий, которые определяет данный объект, это не Дельта Т. Такая сложность у Заславского ездили. Есть, есть. Количество событий. У тебя вот в этой точке, у тебя, грубо говоря, целая Вселенная. Нет, здесь ничего нет в этой точке. Как-то нет. Ну то, что дело, что... Нет, Вселенная, это весь поток событий. Весь. Весь, конечно. Весь, это во времени. А другого нет. Ну вот тут... Что такая идеализация, условно? Нет, я понимаю. Как бы все умещено в последовательность. Это что такое объект? Объект, это некая структура на потоке событий. Вот я и говорю, вот есть время. Да. На этом потом... Нет одновременных событий. Да. Но само-то событие-то оно есть? Есть. Что оно у себя представляет? То же самое, что кварт. Что он представляет? Ну, условно говоря, точку представляет. Нечто. Нечто это что? Точка. Событие. Событие что? Точка. Точка чего? Единица. 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 Безотносительно. Яблоко или груш. Это нечто. Хорошо, но если это безотносительные вещи, два из них получается нечто. А вот комбинация... А вот комбинация. Да нет. Как когда... Мне кажется, что вот в этой точке, это некое событие, оно есть в точке по времени. Это есть само по себе вселенная. Нет. И каждая точка это есть вселенная. Но объединяет, они дают некий объект. Нет. Но это не... Скажем так, когда мы рассматриваем картинку на экране монитора, да, это феноменологическую картинку, да, и там есть некие события происходят, или, ну, что-то происходит. А, понял, да, да, значит, концепция состанская такая же, как у тебя, да. Вот именно, что перфокарта. Перфокарта. Так вот, я продолжу. Нам без разницы, на каком потоке событий это реализовано, на кристаллах, в жидких кристаллах, или на луче. Я понимаю. Я понимаю, мы нарисовали букву. То есть, мы можем сказать, нам не важно, как измерить. Нет, нет, не измерить. Не измерение имеет значение. На чем это реализовано? Нет, это что сознание, которое является... На чем это реализовано? Нет, это измерение здесь ни при чем. Була, тут я... Дело просто как было. Понимаете, вы как бы к словам придираетесь. Я говорю по словам, то есть, вы высовались, это, тепоральное сознание. Это и есть означает... Что сознание? Ну, кто? Субъект, да, который в это определяет, что есть настоящее. Но это и есть измерение, на самом деле. Что такое измерение в пространстве или измерение градусника? Измерение времени, измерение времени. Есть время у вас какой-либо? Нет, к сожалению. Вот я тоже понимал этого парня еще пять минут назад, таким образом, что у него есть окрестность ДТ какая-то. Нет, нет, нет. А у него на самом деле листочек с перфокатами. Нет, нет, нет. Есть какая-то абсолютная какая-то линия, которая... Саша, две первичные интуиции. Есть какие-то события, что такое, неизвестно. Это интереснее, потому что получается, что структура-то есть. Ничего, кроме структуры-то и нет. Нет, ничего, у него именно голая структура. Даже времени нету, но только голая структура. Да, голая структура. Это красивый результат. И в зависимости от того, как он эту структуру рассматривает, она ему является либо во времени, либо в пространстве. Ну это непонятно так, конечно. Нет, нужно посмотреть, у него это на формулах там написано. Вот. То есть это просто две разных антологии, два разных взгляда, два разных способа описания. Здесь гораздо интереснее то, что, наоборот, я же пытался Тау-то каким-то образом писать в терминах Т. Здесь нет. А здесь по-другому. Да. Здесь Т и Тау описываются в каких-то других... Ну они разные совершенно по-разному. В каких-то таких вещах какой-то такой сложности. То есть Тау это не... Не времени. То есть оно становится временем только как точка в системе координат. когда вот сейчас определяется. Вот. Оно как бы связано со временем. Но не измеряется... Про старое время вам рассказать на вашей схеме? Нет. Вопрос от совмещания. У субъекта, да, сейчас, вот его темпорально распределенное в этом времени, это точка в новом времени для него. У него это точка, потому что для него это как бы... И получается новое времени этого субъекта, у которого точки как раз вот такие... В этом времени имеются субъекты. И это и есть то, что я вам хотел сказать. Не нужно придумывать ничего, никаких темпоральностей. Просто есть два времени, которые соотносятся. Время самого процесса и время того, кто его измеряет. Вот и все. Ну, к сожалению, это не так. Ну, сколько угодно сооружение это не так. К сожалению, я ничего не понимаю. Ну, по-моему, как бы вот... Я говорю простые вещи. Ничего особенного не говорю. То есть, посмотрите, вот этот вот объект, это в некотором смысле... Точка в новом пространстве. Объект, можно сказать, точка в другом пространстве. В новом времени. Вот еще одна... Вот еще одна... Вот еще одна... Вот еще одна... Вот еще одна линия. Ты объединяешь вот это вот, вот в точку вот здесь. Да, 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 да. Вот этот субъект уже для одного субъекта, для нас уже, не дается точкой, и у нас в новое время это какое-то там... Из другой стороны можно бесконечности продолжать, что вот это вот событие. Так же и есть некого цуга, такого другого. Ваше абсолютное время, где все события неодновременные. Это абсолютное время. Абсолютное время, не одновременные события, это просто абсолютное время. Есть относительное время самого субъекта, который в абсолютном времени не находится. Единственное, что я поправлю. В чем разница? У Заславского время одно. А у меня нет абсолютного времени. Я исхожу из универсума событий, в котором такового времени нет. И время есть только субъектно. Только в системе координат. Время возникает только в системе координат. Вне системы координат времени нет. Но субъект точечен в своем времени. В своем времени он точечен. Каждый субъект в своем времени точечен. И есть элементарный субъект. У него нет пространства. Он живет в абсолютном времени, в потоке, и у него нет пространства. Есть абсолютный субъект, который равен всему универсуму событий. У него нет времени. Так вот, мне кажется, в разговоре о паралленности возникает, когда мы сталкиваемся с неким другим субъектом, у которого другое есть. Да, да, да. И когда пытаемся их соизмерить. Тогда возникает проблема. То есть, именно откуда и возникло. Почему это связано с проблемой возникновения новой сложности. То есть, была сложность в одной системе координат, потом проявилась в другой системе координат. То есть, если на очень глубоком уровне, это одна и та же сложность, только в разных системах координат. И как мы это будем смотреть, на этот событийный объем. Это есть некая сложность событийная. Она может нам предстать как пространственная, может как распределенная во времени, как процесс предстать. Но это не сводится к обычной антологии вечной, к обычному времени, к обычному пространству. Не сводится. Как не сводится к обычной науке появление новой сложности. Ну, нельзя на современной науке объяснить появление новой сложности, ну, как бы так случайно вышло. А мы понимаем, что не случайно. Мы понимаем, что вот что-то происходит, откуда-то она берется. Значит, вот есть, оно берется вот из некого дополнительного измерения, которое мы обладаем во времени. Но это не та, оно не измеряется временем. Действительно, механизм появления новой сложности. Механизм? Да. Ну, называется это редукция темпоральной сложности в пространственную. Вот, реализуется через субъекта. То есть, ну, а как это конкретно? Ну, вот, это... Формула, функция там, аналогию. Это не сводим. Это чудо. Это нет. Ну, как чудо? Нам бы понять, что есть некая сложность, которая нам не представлена в пространстве. То есть, в современной науке вся сложность представлена в пространстве. Нет никакой сложности, которая не представлена в пространстве. Вот в этой антологии, в событийной, есть сложность, которая не представлена в пространстве, и уже есть возможность просто говорить. А как это описать? Вот Игорь пытается формулами... То есть я пытался в свое время рисовать пролет электрона через две дырки. Вот. И в принципе, в принципе, что-то, что-то где-то наклёбывается. То есть у нас есть некая темпоральность... Значит, вот здесь у нас есть Т, есть момент, наше пространство Х, да, в этом пространстве есть две дырки. Вот. Ну, то где-то... Так, в другой момент возьмем Т. Нет, сейчас не вспомним, наверное. Там суть была в том, что темпоральность прибора и темпоральность электрона разные. И вот во времени прибора, во времени прибора, дырки расположены непространственно. Да, вот так там было, что эти дырки не... А! В координатах во времени электрона дырки более темпоральные... Да, они последовательные, они не одновременные. То есть да, вот так мы рисуем. То есть у нас есть... То есть в нашем, как бы, мы субъекты, в нашем одновременно... То есть в нашем... То есть есть субъект, скажем, вот с темпоральностью такой, вот, да, и в нем эти дырки... Дырки, эти дырки... Пространственно разнесены. Пространственно разнесены, да. Есть и... Ну, вот так. А если мы возьмем темпоральность электрона, то они во времени разнесены. То есть они не совмещены у него. В нашем... В нашем времени, в нашем сейчас, в сейчас прибора и нашего сознания, они пространственны, а в его сейчас они распределены во времени. Да, с электроном... Так что тут вообще с электроном-то вообще никаких особых проблем? Что мешает волне пройти через две дырки одновременно? Если считать ее волной, а если считать ее не волной... Ну, так а почему она, как бы, она же волна? Ну, там есть проблема... Самое то, что есть, мы зафиксируем, через какую дырку он пролетит, и волна пропадет. Ну, и что пропадет? Она схлопнется, как бы... А это такой, как бы, прием математический схлопнется. Редукция волной функции – это всего лишь математические приемы, не имеющие антологической никакой... Здесь вот есть какая-то антология представления. То есть здесь, чтобы лучше понять вот это пространственно и темпорально, что вот мой любимый пример, что вот клетка желудка, пищеварение для нее пространство не явлено. Оно темпорально, оно нигде. Вот соседняя клетка справа, молекула снизу подходит, там какой-то сигнал сверху, да? А пищеварение нигде. Как для нас экономика. Вот экономика для нас везде. Но с нашей темпоральности, с нашей, вот оно вот здесь, где конкретно в пространстве дано. Так и с электроном. С точки зрения электрона, то, точно, с точки зрения молекулы клетки не существует. Она... для нас клетка локализована в пространство, а с точки зрения молекулы она не локализована в пространстве, ее нет. Кажется, что представление о редукции волновой функции это гораздо более простой и естественной, чем... Ну, конечно, простой. ...посудение отемпоральности. Здесь вопрос... Кстати, очень непростой. Нет, нет. Здесь есть очень... Волновой туалит. Нет, здесь есть очень большой, ну, не плюс, а момент такой. То, что представление о редукции волновой функции, оно действует только в маленьких физических, антологических областях. Только применим его там. Здесь же, темпоральный, чем он хорош? Тем, что мы объясняем одновременно и физику, и какие-то духовные, и трансреальные концепты, и объясняем творчество. То есть это единое объяснение, позволяющее нам как-то... Оно не все объясняет. Оно позволяет говорить на одном языке. На языке редукции волновой функции мы не можем вводить о творчестве. Мы не можем рассказать, откуда возникла новая сложность. А когда мы вводим новое измерение, то есть, по сути, мы вводим новый, ну, скрытый параметр, правильно? То есть некий... То есть наша распределенность во времени. То есть мы не точки во времени, а распределены как-то во времени. Но это очень трудно объяснить в понятиях времени, потому что эта распределенность в каждой системе координат обнуляется. То есть она превращается в ноль. То, что мы говорим, что когда субъект видит себя точным, и не может распознать себя в своей системе координат, это, говорится, у него есть сложность. То есть когда мы говорим, у субъекта есть сложность, мы понимаем, да? Но при этом, как только начинаем это описывать, эту сложность, она редуцируется в ничто. Вот с точки зрения темпоральной концепции, мы говорим, это произносим так, что у субъекта есть сложность, она темпоральна, то есть исходно распределена во времени, да? И когда он пытается эту сложность понять в своей системе координат, она вся сосредоточена в сейчас. И он ее не видит, он ее не может. Она пространственная, ему никак не дана. Ну все, давайте закончим.